Наталья Викторовна, что это такое? Это мысли постоянно в голове, как бы пораньше весной получить хорошую продукцию, раннюю. И для этого существуют подзимние посевы. Они еще называются подснежные посевы. Ну, наверное, само слово говорит за себя. Семена высеваются в землю поздней осенью. Они там зимуют, закаляются. А как только сойдет снег, они и стратификацию проходят и трогаются в рост. Вот суть подзимних посевов. Этот метод давнишний, давно известен, применялся нашими предками. И сейчас многие его тоже берут на вооружение, современные дачники. В чем преимущество этого способа? Преимущества этого способа несколько. Ну, наверное, самое главное то, что семена проходят стратификацию, как вы правильно сказали. Стратификация – это обработка семян холодом. У многих овощных культур семена должны пройти обработку холодом. Ведь вы же знаете, часто весной высеваем семена, а они плохо всходят, долго всходят. А иногда могут вообще не взойти. Дело в том, что этим семенам нужна стратификация. Некоторые дачники проводят ее сами дома, в домашних условиях, в своем холодильнике. Закладывают семена в холодильник, а стратификация период длительный – это ни день, ни два. Это один, два, три месяца. И не каждый это может сделать. А потом иногда весной смотришь на пакет, а семенам-то нужна была стратификация. Так что сеять бесполезно, они не взойдут, спохватываются до поздно. А вот когда семена вот такие туго всхожие, нуждающиеся в стратификации, попадают в подзимний посев, попадают в холодную почву, мы их высеваем, они проходят эту стратификацию естественным путем. Потому что в семенах есть ингибиторы роста или блокаторы. И если семечка не обработать холодом, оно не взойдет, потому что не может выйти из спячки. А попав в подзимний посев, оно зимует, ингибиторы исчезают, и рано весной семечка трогается в рост, просыпается от спячки. Так что подзимние посевы помогают семенам, которым нужна стратификация. Это одно преимущество и, наверное, такое очень-очень важное. Дальше. Подзиму можно посеять семена, которые уже утрачивают срок годности. Вот вы смотрите на пакет, все, последний год его можно использовать, и вы не уверены, что на следующий год семена эти взойдут. Даже вы будете их хранить в комнатных условиях, в квартире наверняка потеряют схожесть окончательно. Почему бы не посеять их подзиму? Но даже если они не взойдут на следующий год, вы эту грядку увидели, что ничего не взошло, вы можете ее подсеять свежими другими семенами. Дальше. Семена, которые прорастают рано весной, они получают много влаги. Вот только растаял снег, земля пропитана влагой, питательными веществами, и все это получают наши семена. И, конечно, всходы появляются дружные, закаленные, что немаловажно. И они успевают забрать всю влагу весеннюю, и рано трогаются в рост. Потом еще одно преимущество, то, что мы себе намного облегчаем весенние хлопоты. Вспомните, как мы весной заставляем подоконники, столы рассадными ящичками, выращиваем рассаду. Потом перевозим ее на дачу, стараемся создать и нормальные условия для выращивания. А здесь мы уходим от таких трудоемких работ, плюс экономим время. Семена, посеянные под осень, они раньше всходят на 2-3 недели. Поэтому, конечно, продукция получается раньше. Это срезочная зелень раньше. Потом грядки вы освобождаете раньше от подземных посевов. Можете засадить снова скороспелыми культурами, снова сделать посев на этих грядках. Или засеять седиратами. То есть, как видите, плюсов у подзимнего посева очень много. Там, где есть плюсы, несомненно, всегда есть место и минусам. Какие отрицательные стороны есть, Наталья Викторовна, у зимнего посева семян? Вы знаете, эти отрицательные стороны есть, куда же без них. Но они связаны с климатом, с погодой. Но кто скажет, какая будет поздняя осень, зима, да и весна? Иногда бывает, что зимы очень холодные. Могут вымерзти семена? Конечно. Тут мы ничего с вами не сможем сделать. Может быть, зима с оттепелями. Могут семена тоже тронуться в рост. Потому что у нас такие бывают зимы. То морозы сильно ударят, то потом все растаяло, все. И семена тоже могут тронуться в рост и погибнуть. А может так, что они даже весной взойдут, хотя они и холодостойкие уже, бывают весенние заморозки. Могут тоже погубить молодые проростки. Но о весеннем посеве, ведь они тоже нет чего не застрахованы. Как часто, когда мы весной засеваем грядки, майские морозы или даже июньские заморозки тоже могут все погубить. Поэтому минусом является то, что могут замерзнуть семена или могут проростки ранней весной от сильных холодов погибнуть. Вот, пожалуй, все минусы подзимних посевов. Наталья Викторовна, как правильно подготовить почву к подзимнему посеву? Вот мы передачу в преддверии подготовки земли к подзимнему посеву проводим. Потому что грядки для подзимнего посева нужно готовить заранее. Не так, как весной. Приехали, скопали, тут же посели. Грядка должна быть готова заранее. А самое главное еще даже выбрать место для этой грядки, где вы будете проводить подзимние посевы. Потому что на низине, где у вас будет скопляться снег, он будет там долго лежать и долго таять, посевать, потом могут вымокнуть. Поэтому грядка должна быть на южной стороне вашего участка. Она должна быть, конечно, приподнята, защищена от ветров желательно, или заборами, или какой-нибудь хозяйственной постройкой. Перекопанная грядка, внесены удобрения, песок, зола, перегной. И подготовлено. Вот так мы готовим грядку заранее. Поэтому выбирайте сухую, хорошую погоду. Подготовили грядку. И обязательно сделайте бороздки. Бороздки мы делаем или вдоль, или поперек грядки. Глубиной 5 сантиметров. Сделали бороздки. Ничего не уплотняем, ничего не прижимаем. Готовые бороздки накрываем пленкой. Вот эту грядку все укрываем пленкой. Или если нет пленки, можете просто эти бороздки закрыть досками. Это для того, чтобы дожди не размочили бороздки, не засыпали сюда семена сорняков. То есть, чтобы бороздки ждали, когда мы придем с вами сеять. И грядка должна быть сухой. Ничего не поливаем, ничего больше не готовим. Сделали бороздки, закрыли грядку. Ждет наша грядка посева. Наталья Викторовна, вот мы и подошли к самому важному вопросу. В какое время лучше всего проводить подзимние посевы? Когда это необходимо сделать? Как не прогадать? Вы знаете, вот однозначно сказать, вот сеять подзимние посевы нужно тогда-то, никто не скажет. Хочу помочь нашим датчикам в выборе времени. Конечно, выбор за вами. Вы выбираете, когда вам проводить посев. Но хочу сказать, что сеять нужно поздней осенью, когда уже установилась морозная погода. И вот если, допустим, опустилась температура до 0 градусов, не спешите сеять. Старайтесь хотя бы дней на 10 узнать прогноз погоды. Может, за этим заморозком временным будет оттепель. А вы поспешили. И семена попадут во влажную, теплую почву и могут прорасти. Они не должны прорасти, они должны зимовать непроросшим почвем. Поэтому, когда установится температура где-то минус 2, минус 3 градуса, и будет эта температура морозная держаться где-то 3-4 дня, недельку, вот тогда ваши семена будут дожидаться похолодания, хорошей морозной погоды. И вот тогда можно будет сеять, засевать грядку подзимними посевами. А вот какие культуры подходят для подзимнего посева, узнаете ровно через неделю, посмотрев передачу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания.